Женское движение Беларуси Женское движение Беларуси Женское движение Беларуси Женщина впереди мужчины и в офис и на танцы и на свадьбы и прочее шла была впереди, а замкнуть ее дома, чтобы она там по кухне бегала и готовила мужикам и детям есть и чтобы она дистанционно где-то чем-то управляла это не мое. Ну, вы же так захотели? Я думаю, пройдет немного времени, вы от этого откажетесь и потребуете от нас, чтобы мы вам создали нормальные условия трудиться, быстро доходить или доезжать до офиса и работать там. Надо посмотреть на режим работы детских садов и подстроиться под родителей. И во время учебы в школе, особенно начальной школы, вы должны быть уверены, что дети будут под присмотром педагогов до вечера, если в этом есть необходимость. Тогда и вам удаленка не нужна будет. При этом Александр Лукашенко уверен, главное предназначение женщины – материнство. Воспитывая детей патриотами, матери укрепляют страну. Государство и впредь будет поддерживать материнство и детство. Как бы ни складывались обстоятельства, поддержка будет оказываться в полном объеме, отметил президент. Участницы встречи смогли задать президенту вопросы. Один из них касался перспектив продления программы семейного капитала. Когда мы вводили вот эту практику семейного капитала, у нас было 63, по-моему, тысячи где-то многодетных семей. Сейчас 123. Судите сами, мы решаем важнейший вопрос. Вот нет более важного вопроса, чем прибавление, прирост нашего населения. У нас с этим проблемы. Я часто говорю, ну, 15, а то и 20 миллионов наша Беларусь с нашими трудоспособными людьми, ресурсами смогла бы прокормить, учитывая геополитическое наше положение. Поэтому нам крайне надо развернуть эту тенденцию к рождаемости. Ну, я вот прошу троих детишек, уже говорю, третий – это мой обязательно. Ну, если бы два, это уже счастье бы было. Вот многодетная семья, трое и больше, мы все для нее должны сделать. Мы сегодня практически, ну, может быть, ошибусь, не имеем очередей для многодетных семей. Вот если где-то что-то есть, надо уточнить это и мне доложить. Мы решили эту проблему. Многодетная семья и жилье – это главное. Если есть дом, значит, есть и семья, и прочее, и прочее, и домой, и мужику не говоря, а женщине хочется возвращаться. Мы эту проблему решили. Вторая у нас проблема, я всегда рядом ставлю эту проблему, военных. Поэтому мы должны, как бы ни было сложно, решить проблему жилья для военных. В течение двух лет, я пообещал военно, мы эту проблему снимем. Для многодетных это уже не вопрос. Поэтому мое отношение, и не только мое, это стало государственным отношением к этим вопросам. Именно такое, поддержка многодетных, ну и военных, про них пока речь не идет, мы отдельно об этом говорим. Но семейный капитал в этом году, по-моему, заканчивается срок. Я думаю, что мне придется, и я с удовольствием приму решение о продлении этого семейного капитала, о поддержке наших семей. Единственное, чтобы эти деньги попадали кому надо, но семейный капитал мы сохраним. Это, во-первых, здоровье, во-вторых, образование, и в-третьих, это жилье. Я из этого исходил. И хотел бы, чтобы эти деньги были потрачены прежде всего на это, но больше всего на образование. Чтобы этот ребенок имел возможность, так как и наши дети, и мои, и ваши, имел перспективу в этой жизни. Потому образование это прежде всего. Мы сохраним это, я думаю, сохраним. Такова моя позиция выплаты по семейному капиталу. Президент также рассказал, какой видит Беларусь в будущем, как защитить молодежь от современных цифровых угроз. Впрочем, не только о глобальных вызовах шла речь, были и житейские вопросы. Главу государства пригласили на семейное реалити-шоу, а он пообещал приготовить дранники по своему рецепту. И, конечно, Александр Лукашенко тепло поздравил женщин с наступающим праздником, а также вручил государственные награды. Работа на результат. Первая сессия депутатов проходит в столице и областных центрах. В состав Минского горсовета 29-го созыва вошли 60 народных избранников. В столичные мэрии решили организационные вопросы, а также выбрали председателя. Координировать работу Мингорсовета будет Артем Цуран. Задача, стоящая перед депутатами, самая разноплановая. От комплексного развития своих округов до решения персональных вопросов граждан. Я очень много общалась со своими избирателями. Это были жители заводского района нашей столицы. И, конечно же, мы говорили о том, что еще необходимо сделать. Обращения носили разный характер. Конечно же, это и благоустройство дворовых территорий. Несколько обращений было. Это строительство пандуса. Это ремонт стадиона, если мы рассматриваем тех педагогов, этих жителей, чьи дети учатся в школах. Есть возможность, безусловно, менять мир к лучшему. Надо просто-напросто очень профессионально и щепетильно относиться к тем вопросам, которые волнуют наших граждан, к тем инициативам, которые выдвигают избиратели. Основное, мне кажется, внимание должно быть именно к качеству подготовки тех кадров, от которых зависит принятие решения. Причем на самых разных уровнях. Это может быть уровень и среднего общего образования, уровень высшего образования. После вузовского образования. Потому что всегда решают люди. Сессия депутатов облсовета прошла также в Бресте. Представлять интересы граждан будут 48 человек. Среди них представители сферы образования, торговли, сельского хозяйства, здравоохранения, военнослужащие. В Минске на базе РНПЦ «Кардиология» проходят клинические испытания первых биологических протезов, клапанов сердца отечественного производства. Уже успешно проведено семь операций. Состояние пациентов стабильное. Продлить жизнь помогает аортальный эндопротез «Планикс-Б», созданный совместно с российскими коллегами. Он предназначен для поддержания работы сердца и обеспечения нормального кровообращения. Потребность в биопротезах, она все время увеличивается. Население стареет, и в основном это, конечно, старческие дегенеративные пороки. Сейчас мы начали испытывать два вида протезов. Один в «Планикс-Б» биологический, который производится концерном «Планар». Сделали уже семь операций. Они все прошли хорошо. И, честно говоря, параметры, которые выдают эти биопротезы, наши отечественные, они очень хорошие. В принципе, мы можем отказаться от закупки, когда закончатся клинические испытания, мы можем отказаться от закупки импортных, ну, я имею в виду западных протезов. Очень интересные взаимодействия у нас и по разным областям кардиохирургических заболеваний. Это заболевания аорты, клапанов сердца, коронарных артерий. У нас достаточно интересные большие планы по взаимодействию. Я думаю, что это все будет реализовываться. Значит, наше вот это взаимодействие, оно реализуется в интересах пациентов в первую очередь. Потому что это и в интересах пациентов России, это и в интересах пациентов Белоруссии. Я когда здесь был первый раз, мои впечатления просто были шеломительные. Такая идеология взаимодействия кардиологов и кардиохирургов, такая организация работы, она, это очень высокий уровень. Это очень высокий уровень, и мы с удовольствием сюда приезжаем. Программа и методика тестирования утверждена Минздравом. Клинические испытания первого биологического протеза клапанов сердца продолжаются. Охапки тюльпанов и миллионы роз, чтобы порадовать всех женщин Белоруссии. По всей стране разворачиваются торговые локации с цветами в канун самого красивого весеннего праздника. Цветы выращивают под искусственным солнцем, проверенная и годами отработанная технология. Так получается не зависеть от пары года. Белые, персиковые и красные розы срезают каждый день. В распоряжении сортировочная станция. Машина самостоятельно определяет, в какой букет попадет цветок. Из теплицы розы отправляются прямиком на прилавок, минуя долгую транспортировку. Освещение самое главное, температура постоянная, среднесуточная и уход. Буду говорить за всех и за себя. Мы получаем удовольствие от своей работы. Мы находимся всегда в положительных эмоциях. У нас всегда музыка играет. Чтобы было хорошее настроение, это тоже влияет. Я всегда говорю, что настроение влияет на рост. Еще одно направление, которое освоили цветоводы ворши – выращивание декоративных растений. Такой подарок тоже актуален в преддверии праздника. Радовать он будет максимально долго.